Привет, друзья! В ее жизни все складывалось очень удачно. Ольга Прохорова впервые снялась в кино еще в 14-летнем возрасте, с легкостью поступила во ВГИК на легендарный курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова, вышла замуж за известного режиссера. Кажется, у нее было все для того, чтобы стать счастливой. Если бы актриса знала, какая судьба ее ждет, она бы тысячу раз подумала, прежде чем принимать главное решение, изменившее ее жизнь. Ольга Прохорова появилась на свет в Сталинграде в 1948 году, но она была еще совсем крохой, когда ее родители, артистов, опереты пригласили в Рижский государственный театр музыкальной комедии. Она росла в музыкальной среде, но видела себя не певицей, а балериной, поэтому активно занималась хореографией, постигала азы балета. Позже она поступила в музыкальное училище, а уже в 14-летнем возрасте начала сниматься в кино на местной киностудии и заболела кинематографом. После получения диплома в музучилище, Ольга Прохорова решила поступить во ВГИК и покорила его с первой же попытки. Она поступила на легендарный курс Тамары Макаровой и Сергея Герасимова, где учились Наталья Белохвостикова, Наталья Гвоздикова, Наталья Бондарчук и Наталья Аринбасарова, а еще красавец Николай Еременко, который очаровал первокурсницу едва ли не с первого взгляда. С ним Ольга Прохорова часто работала в паре в студенческих спектаклях, и появление чувств между молодыми студентами было лишь делом времени. Роман действительно возник и был похож на летящие над пропастью качели. Влюбленные то не могли навлюбоваться друг другом, то бурно выясняли отношения, неделями не общались, страдая от ревности, а после страстно мирились. Но она забыла свое увлечение Николаем Еременко после того, как встретила свою настоящую любовь. В 1971 году Ольга Прохорова снялась в небольшом эпизоде фильма «Освобождение», где сыграла немку в «Берлинском доме». Именно во время работы над картиной в перерыве она и познакомилась с Алексеем Салтыковым. Правда, в тот раз она от него просто сбежала. Алексей Салтыков был старше Ольги Прохоровой на 14 лет и к моменту своего знакомства с актрисой успел снять фильмы, которые его прославили «Председатель», «Бабье царство», «Директор» и другие. Едва увидев молодую актрису, он предложил ей роль в своем новом фильме «Сибирячка», при этом брал Ольгу на роль он даже без проб. Актриса обещала подумать, а сама вдруг сбежала к маме в Ригу. Она испугалась поездки куда-то на съемки, а потому решила несколько дней провести под крылышком мамы, но в «Сибирячке» она все же снялась. Вскоре она вернулась в Москву, а во время встречи с Алексеем Салтыковым получила не только роль, но еще предложение руки и сердца. Закоренелый холостяк – предмет обожания со стороны Нонны Мордюковой, Риммы Марковой и Людмилы Гурченко. Не устоял перед обаянием и красотой молодой актрисы и женился на ней, не обращая ни на кого внимания на недоумение первых красавиц, симпатизировавших ему. Сама же Ольга Прохорова была покорена обаянием чувством юмора Салтыкова. Он, несмотря на известность, сумел сохранить какую-то мальчишескую непосредственность, умение совершать неожиданные поступки и заражать своими авантюрами, идеями окружающих. В день, когда Алексей Салтыков и Ольга Прохорова подавали заявление в ЗАГС, они отправились в кафе отметить это событие, и режиссер предложил своей невесте украсть тарелки на память. Дело закончилось вызовом милиции, но когда директор кафе узнал в преступнике известного режиссера, предложил взять к украденным тарелкам еще и чашки. Алексей Салтыков постоянно снимал Ольгу Прохорову в своих фильмах, а супруги могли бы прожить вместе, наверное, целую жизнь, если бы режиссер не стал увлекаться спиртным. Все чаще он пытался компенсировать употреблением алкоголя свое разочарование из-за положенного на полку сценария фильма или не утвержденного на роль актера, которого он увидел в своей картине. Попытки расслабиться стали перерастоять в запои, и Ольга Прохорова вскоре ушла от мужа. В 1984 году актриса в канадском посольстве, где проходил просмотр фильма «Полынь, трава горькая», познакомилась с молодым дипломатом. Он был хорош собой, образован, эрудирован и свободно говорил на шести языках. Канадский атташе в тот вечер так искренне восхищался талантом актрисы и столь настойчиво советовал ей попробовать сняться в Канаде, что Ольга Прохорова решилась. Роман с канадским дипломатом был стремительным, за ним последовала эмиграция на родину мужа. Правда, уже спустя несколько месяцев после заключения брака супруги развелись, но актриса осталась в Канаде, где довольно успешно снималось какое-то время в кино. Со вторым мужем она осталась в хороших отношениях, но при этом актриса и сегодня не желает рассказывать о нем. И признается, что в то время она продолжала любить Алексея Салтыкова. При этом первый муж продолжал общаться с мамой актрисы. В Москве Салтыков сопровождал бывшую уже тещу во время визитов к доктору и водил на премьеры в Дом кино. Но Ольга Прохорова одно время даже хотела вернуться в Россию, но настали трудные 90-е, и она испугалась остаться без работы. Да и криминальная ситуация в стране в то время оставляла желать лучшего. Тем не менее, связь с бывшим мужем она поддерживала. Они даже вынашивали планы по созданию совместного кинопроекта. Но в 93-м году сначала умерла мама актрисы, вслед за ней скончался Алексей Салтыков. Ольга Прохорова была так потрясена потерей близких людей, что попала в реанимацию. Врачи ее откачали, а она внезапно приняла решение переехать в США. Несмотря на уговоры своих канадских коллег, это была самая большая ошибка. В Соединенных Штатах актрису никто не знал, и ее попытки сделать там карьеру провалились. Ольга Прохорова занялась продажей косметики, после работала переводчицей. Личная жизнь тоже не сложилась. Вместе с возлюбленным они сняли квартиру с неисправным окном, и Алекс выпал из него, разбившись насмерть. Тогда Ольгу Прохорову даже подозревали в убийстве, хотя во время трагедии она была на работе. Потом ей отказывали в аренде жилья. Она вынуждена была спать на стуле у каких-то цыган, сжалившихся над женщиной. В 2005 году Ольга Прохорова перенесла первый инсульт, за которым последовал второй. Она была частично парализована, а оплатить реабилитационный курс не могла. И стала заниматься сама шаг за шагом, восстанавливая утраченные функции. Она очень плохо видит и живет на пособие по инвалидности, снимает квартиру вместе с эмигрантом из Беларуси, и иногда подрабатывает с синхронным переводчиком. Она очень жалеет о том, что не вернулась когда-то в Россию, а теперь у нее просто нет такой возможности. Накопленные за время работы в Канаде деньги, она вложила в свой кинопроект, но прогорела. В Москве родственники, воспользовавшись доверенностью от мамы актрисы, переписали все имущество на себя, и у нее ничего там не осталось. Ольга Прохорова и сегодня мечтает вернуться на родину, но боится, что без посторонней помощи не справится. При этом она не хотела бы просить милостыню, а могла бы работать и приносить пользу. Она неоднократно становилась жертвой мошенников, обещавших ей помочь с квартирой в Москве, а после исчезнувших с ее деньгами, и сегодня утратила всякую веру в то, что сможет когда-нибудь исполнить свою мечту. А мечтает она снять документальную ленту о своем первом муже и даже написала к ней сценарий, но кажется, он так и останется пылиться в ее столе. В жизни первого мужа Ольги Прохоровой были и другие женщины, а его пристрастие к спиртным напиткам сыграло свою роковую роль в судьбе другой талантливой актрисы Светланы Жгун. Все простое женское счастье, отдаваясь чувствам без остатка. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя, а также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.